Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Автомат полный привод Пробег на автомобиле 153 600 км Заменю на нем Почищу баллоны и установлю пыльники передних пневмобаллонов Заказывал оригинальные Заказывал вот под таким номером Под оригинальным RBG 5010 Пришли пыльники, пришли без упаковки Просто в полиэтилене сказали, что упаковка утратилась при перевозке Брать я не стал Отказался и заказал с Алиэкспресс Ссылку потом у какого продавца заказывал Я внизу оставлю Под видео Сейчас поднимаю автомобиль Снимаю передние колеса И пробую не снимая рычага, шара Ничего не откручивая Попробую просто открутить нижний болт стойки И добраться Поднял автомобиль Снял колеса Вот здесь вот эту грязь Сейчас буду ее по возможности максимально счищать Это коррозия, грязь Все накатано баллоном За счет этого уменьшается Ну вот Размер Где ходит резина Сам баллон И за счет этого излом ее идет больше И она начинает трескаться Пыльник На одну сторону Вот такой Как я полагаю Это не то что Деталь должна в деталь вставляться А вот эта деталь на верхнюю часть уходит Опять же Это мое предположение Вот здесь вот Продевается И сверху одевается В этом месте Чтоб тоже грязь здесь Не попадала А сам пыльник Уже Устанавливается Вот в этом месте На стойку Это в максимально растянутом состоянии Беру чищу Попробую просто чисто механически Зубило и молоток Ну В металл бить не буду Буду бить по касательной Это все Грязь Аккуратно Не спеша Чтобы баллон не зацепить Не повредить Сталактиты Скульптор по стойке Оббиваю Скульптор по стойке Ну все Вокруг вот эту Отбил Коррозию И потихонечку Теперь пройдусь Позбиваю Опять же Не шоркаем Баллон сам Скульптор по стойке Стам пищу Подбиваю Запихонечку Подбиваю Скульптор по стойке Натем Подбиваю Подбиваю Скульптор по стойке ну так вот я почистил глубоко как я и говорил я сюда не лезу теперь преобразователем ржавчину побрызгаю цинкарем и даже наверно чтоб не брызгать я тряпочкой намажу вот пускай маленько постоит постоял маленько на цинкаре теперь беру водой смываю и компрессором все сдуваю ну вот так вот получается и решил подкрасть возьму сейчас малярным скотчем вокруг обклею что баллон сам не красить все агентство все агентство и то КОНЕЦ 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 Ну а здесь вокруг закрою тканью. КОНЕЦ Шторку сделаю. О! 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 Обычная чёрная матовая краска. О! 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Переставлю, чтобы на пыл не попал на нее. Самолеты опять разлетались. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну вот, примерно так получается. Конечно, туда не полез, но и не стоит. Откручиваю снизу болт. Болт сам, головка на 21, а гайка на 22. Удлиненную головку беру, потому что здесь болт вот такой. Вот, сейчас удлиненный. Даже на 24. Точно. Благо машина высокая, ям. Яма здесь особо не нужна. Затяну этот болт потом уже снизу. Вот такой себе молоточек приобрел. Дело техники. Номер для заказа 317 050. 500 граммовый молоток. Болт смазан графиткой. Молодцы, ребята. Здесь давление есть в подушке, но оно не столь велико. Оно, если взять, я маленько двигаю руками. Чуть-чуть стойку поддеваю. Просто выбиваю его, да и все. Ну вот, амортизатор свободен. Теперь сейчас подумаю, как его отжать, чтобы рычаг не... А может быть, просто рычаг приотпустить. Ну, очень надеялся, что это позволит мне либо отжать амортизатор вверх, либо рычаг отпустить. Но стабилизатор с верхней шаровой не дает. Я вот гидростойку поставил, просто поджал. Сейчас откручиваю верхнюю шаровую и откручиваю стабилизатор. Шаровая и стабилизатор еще родные. Головка на 18. Головка на 18. Головка на 18. Ну, а здесь я, наверное, С помощью молотка прибегнул. Хотя не хотелось бы. Нет, с помощью молотка. Здесь шестигранник в пальце. Не буду на него давить. Продолжение следует. Верхние цилинд-блоки живые. Как рычаг тянет. Чтобы привод не выскочил, надо подвязать. Стойка стабилизатора тоже живая. Подвязываю цапфу. К стабилизатору его подвязал. Вот так вот. Ну и здесь пробуем маленько опускать. Да, все. Можно подсовывать. Чуть поближе подтяну, чтобы трешипник из привода не выдернуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот и все. Пыльник протянул. Ну а теперь поджимаю рычаг на место и вставляю болт. Смазываю болт. Я своей медной смазал и вставляю палец. Вот и все. Гайку наживляю, но не затягиваю. Как я и сказал, когда опущу на колеса, в среднем положении затяну. Вот теперь мне надо протягивать верхнее кольцо и пыльник пока пониже опущу. Пыльник протянул. 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 Я просто так вот вкручу туда, а там уже наверху выровняю ее. Чашка идет. Я, наверное, возьму силиконовой смазкой, маленькую верхнюю часть сбрызну, а низ сбрызгать не буду. Музыка. Да, это было правильное решение. Я ее выровнял, в принципе. А теперь так же по кругу подсовываю и проворачиваю. Вот и все. Вот так вот красиво получилось. Пыльник одет, верхний. Одеваю нижний пыльник. Здесь вот это направляющее ухо. Не хотелось бы его гнуть. Да, не буду я его гнуть. Пусть так торчит. Пыльник вот так вот натяну. Все равно это максимально вытянутое положение. Попробуем. Вот так вот. КОНЕЦ Здесь торец, на самом низу есть вот этот торец, на кромочку одеваем. По кругу. И хомутом снизу и сверху затягиваю. Вот это даже можно было не тянуть, сейчас я здесь хомутом затяну, а это вниз поправлю как ровненько. Один. И второй. Откусываю концы. И поправляю пыльник. Немножко его вниз отдергиваю. Вот такая красота. Я стабилизатор подкручивал, не показал, подкручивал обратно, для чего у меня, чтобы рычаг не тянул, шланг тормозной, я его взял, прижал, потому что крепление шланга есть на рычаге. Смажу резьбы. Откусываю хомут. И поджимаю маленько рычаг. Ну вот теперь надо здесь и шаровую, и стабилизатор одновременно поймать. Шланг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подтягиваю головку Вот и все Остается только Затянуть болт Нижнего Ну болт амортизатора Когда опущу автомобиль подлезу А сейчас аналогичным образом меняю Со второй стороны Там ждет точно такая же картина Вот такая красота Как это делать я уже показывать не буду Все аналогичным образом А когда сделаю уже покажу результат Делаю Все со второй стороны я тоже сделал Почистил Подкрасил Решил поставить сверху два хомута Снизу один Вот на этом верхнем кольце Оно плотно сидит Ни сверху Ни снизу хомуты не ставил Оно здесь не движется Никуда не денется Просто сидит резинка Со второй стороны я тоже поставил Второй хомут Что поплотнее было Все прикрутил Все собрал Нижние болты На стойках пока не затягивал Опускаю автомобиль Колеса ставлю И уже снизу затяну Ну вот теперь вот С двух сторон У меня вот такие красивые пыльники Освещение убрал И увидел Что у меня все Тормозные колодки на подходе Скоро уже срежет Датчик износа Так-то сейчас заказываю И в ближайшее время Буду менять передние колодки Диски менять не буду Выработка Небольшая Но торцануть я их увезу Проточил немножко Опускаю Ставлю колеса Ставлю подвеску В среднее положение Сейчас она в максимальном Затягиваем Затягиваю эти гальки Затягиваю эти гальки Точно так же затягиваю со второй стороны И на этом все Установку пыльников передних пневмообаллонов Я закончил Всего вам доброго